У тебя хоть раз было желание попантоваться своим подружкам знаниями структуры ядра Земли и системы? Но ты искал самый лёгкий способ это сделать. Путь к созданию сборок мы уже проходили, а теперь перейдём к делу поинтересней. После того, как мы вводим имя компьютера, выбираем параметры конфиденциальности и так далее, мы попадаем на первоначальную анимацию. Такое появилось впервые в 2012 году вместе с Windows 8.0. С 2012 года по 2014 переливашки цветов были разноцветные. А с 2015 по 2021 они были голубых оттенков. Но начиная с 2021 года там просто кружочки, которые становятся меньше и больше. В данном видео я как раз и расскажу, как изменить те самые привет и выполняется подготовка для вас. Хочу уточнить, что и на Windows 8, и на Windows 10, и на Windows 11 это делается абсолютно одинаково и ничего не изменилось. Перед тем, как начать туториал, хочу сказать, что у меня есть телеграм-канал, в котором я пишу разные посты, которые по сути вам будут не нужны. А еще про данный способ мне рассказал мой друг Никита, которого вы могли несколько раз на разных каналах видать. Ссылочки будут в описании. Начнем с того, что нам нужна программа ресурс-хакеры, ссылку на которую я не оставлю, так как я жадный человек и не хочу причинять вред вашему здоровью и демонстрировать опасные действия. Проще всего будет просто установить желаемую систему на виртуальную машину, например на VMware и, например, Windows 11. Когда попадем в начальную настройку, не проходим какие-либо этапы, а нажимаем Ctrl-Shift-F3, чтобы попасть в режим аудита. После того, как мы попадаем в режим аудита, нам нужно перейти в раздел C, потом папку Windows, далее System32, затем OOBE и напоследок выбрать язык, в нашем случае это Ruru. Оттуда нам нужно вытащить файл под названием msobe.firstlogononim.dll.mu. Это делается только с помощью флешки, дабы не испоганить потом сборку следами от драйверов. Далее все просто, сворачиваем виртуальную машину и переходим к файлу. Открываем его с помощью вышеупомянного ресурс-хакера и далее мы уже все сами видим. Кстати, хочу подметить, что здесь, как и почти во всех файлах системы, присутствуют ныне неиспользуемые строчки. Здесь мы можем заметить строку из Windows 8.0, которую они используют даже Windows 8.1. Нам остается отредактировать нужные нам строчки, их можно и по памяти вспомнить, какие вы видели, а какие нет, поэтому ничего трудного там не будет, так как в целом там настраивать всего лишь строчек штук 10. Далее просто сохраняем файл, кидаем его в виртуальную машину и заменяем его благодаря некоторыми махинациями с правами пользователя и защиты файла. А теперь точно так же, как и в моем туториале про создание сборки, просто берем и создаем сборку. И теперь в нашей новой сборочке мы можем видеть результат в виде измененного текста в первоначальной анимации. А на этой прекрасной ноте желаю всем удачи и долгих лет жизни.